Новый год, пожалуй, единственный праздник в году, подготовка к которому начинается минимум за месяц. Работа обычно ведется в трех направлениях. Нарядная одежда, декорирование пространства и, конечно же, праздничное меню. Проект «Попробуй Новый год на вкус» посвящен традиционным блюдам отечественной кухни, которые наши предки готовили лишь для особых случаев. В качестве темы этого поединка выбрали тульский пряник. Сегодня известные журналисты, известные люди города Челябинска пришли испечь пряники печатные, показать свое мастерство не только как актеры, ведущие и так далее, но и показать свою кулинарную историю. В конце поединка мы посмотрим, что у них получится, смогут ли они как шеф-повара приготовить такие прекрасные вкусные пряники. Рецепт тульского пряника для наших времен не так уж и сложен, а вот в старину его готовили только по праздникам. Его можно приготовить на Новый год, на день рождения, на любые праздники. Их не готовили вот так просто, потому что очень такие на то время сложные ингредиенты здесь были, и поэтому пряники в основном готовили только по праздникам. Тульский пряник готовили в первый раз. Для меня очень приятно работать с тестом, особенно когда он такой вот такой вот текстурой. Очень вкусно пахнет пряностями, и здесь интересные начинки, поэтому это приключение. Самое первое, да, вот видите, как непрофессионально, непонятно, надо попробовать, как любопытной формы получился. В тот момент, когда пряники отправлены в печь, участники поединка занялись украшением елки. К этому занимательному процессу присоединились юные фигуристки клуба «Тодос». Они будущие звездочки, фигуристы. И мы сегодня решили сделать коньки, которыми украсим елку. И в завершении встречи песня, которую этой зимой мы, похоже, услышим еще не раз. С этого момента сезон подготовки к Новому году объявляется открытым. Впереди приятные хлопоты, выбор подарков, корпоративы, утренники, песни, танцы и конкурсы. Словом, все то, без чего невозможно представить последний месяц уходящего года.